Добрый день, уважаемые коллеги. Рады приветствовать вас на третьей сессии в рамках лектории Высшей школы менеджмента. Мы будем говорить о маркетинге. Вряд ли есть какая-то еще область функциональная в рамках менеджмента, в рамках управления, которая, с одной стороны, привлекает стабильно очень серьезные интересы профессионалов и обывателей, поскольку все мы с вами являемся потребителями. Каждый день мы покупаем продукты, мы оплачиваем услуги, и маркетинг на стыке с психологией действительно дает очень много интересных примеров. Но вот параллельно с этим интересом к маркетингу вряд ли есть еще такая область в менеджменте, которая бы подвергалась настолько серьезной, системной, постоянной критике. Как и мои коллеги, я начну совсем с небольшого вступления, перед тем, как начну задавать свои вопросы. Я добавлю, что, как известно, все разбираются в машинах, в футболе и в рекламе, включая руководителей. Совершенно верно. Если кто-то вспомнит американское кино конца 90-х, середины 90-х, очень многие фильмы показывали такой триумф маркетинга. Обязательно присутствовал специалист, молодой специалист, который придумал какую-то рекламную концепцию. И вот, собственно, казалось, что, придумав эту концепцию, он уже решил вопрос, он решил проблему, как продвигать продукт или услугу. Но примерно в этот период, в 90-е годы, триумфальное развитие маркетинга, где-то с 50-х, 60-х годов, послевоенный период, и закончилось. И в 90-е годы начался один из первых кризисов, когда маркетингу были заданы очень серьезные вопросы. А может ли маркетинг действительно давать ощутимые результаты для бизнеса, помимо применения тех инструментов, которые были разработаны на стыке с психологией, социологией, эконометрикой? И вот, начиная с 90-х, маркетинг более-менее находится в состоянии кризиса, продолжает находиться, появляются новые технологии. Мы сегодня о них поговорим, цифровые технологии, и маркетинг их осваивает, и к нему по-прежнему предъявляют претензии. В прошлом году была опубликована статья, это только одна из статей в Гарвард Бизнес Ревью, которая была посвящена тому, почему же постоянно увольняют директоров по маркетингу, и почему эта должность в команде высшего менеджмента компаний является самой короткой по продолжительности нахождения на ней специалистов. Это в среднем 3,5-4 года, это результаты глобальных исследований. Самый большой процент директоров, опять-таки результаты глобальных исследований показывают, что около 80% директоров компаний в мире недовольны результатами своих маркетологов. И правильно недовольны. Поэтому мой первый вопрос Виктору, так ли это, не преувеличены ли эти цифры, и почему маркетинг, который направлен на построение эффективного диалога с потребителями, не может построить эффективный диалог со своими коллегами? Да дураки, потому что. Добрый день. Вы реально крутые, потому что я там сейчас был, там 25 градусов, там суббота, там Петербург. Спасибо вам, что вы здесь, в общем, правда спасибо. Это очень приятно, что интерес к теме есть, потому что я этой теме посвятил всю свою жизнь и планирую дальше так и продолжать. Спасибо большое за очень грамотную подводку. На самом деле те вопросы, что Маша обозначила, они на самом деле такие. Любого, кто вплотную занимается маркетингом и чуть-чуть теорией маркетинга, начинают волновать в какой-то момент. Я не знаю, правдивы или неправдивы цифры, что это самая короткая такая профессия самоубийц, там совет директоров и так далее. По моим ощущениям, да. Потому что есть вот эти все байки, что, да, там, когда папа вампира учит сына вампира, говорит, ты вот ночью там выходишь и ешь людей в офисе, ты зачем дурак съел маркетолога, ты вот съел там сисадмина сразу… А, нет, говорит, ты ел бы, я, говорит, ел всю жизнь маркетологов, и никто не замечал. А ты сожрал сисадмина, и сразу все заметили, что, значит, в офисе что-то перестало работать. Вот, как бы в каждой шутке есть доля шутки. Действительно, я полностью согласен, что с золотых времен… Причем я не считаю золотыми временами вот этот вот как сериал «Мэдмен», вот это замечательные виски в офисе, харассмент и так далее. Это не была пора расцвета маркетинга. Пора расцвета маркетинга, да, на самом деле начали разворачиваться. Проктер и Гэмбл, классическая школа, Кока-кола встала на ноги, да, как одна из лучших школ маркетинга, и так далее, и так далее. Вот это была действительно эпоха, когда действительно первый раз от производственной модели перешли к модели потребителей, когда начали смотреть на потребителя, когда появилось слово «инсайт», то есть погружение в боли, в страхи, в сомнения человека. Вот тогда и начался действительно подстоящий маркетинг. Я согласен с тем, что увольняют постоянно директоров по маркетингу, потому что ожидания очень высоки. Сегодня с утра я обсуждал со своим старым другом, с бывшим коллегой по NVIDIA, Михаилом Кучментом. Сейчас он создал ХОВ, да, сеть гипермаркетов. Сейчас он создал, ну, сейчас он акционер Совкомбанка. Вот, конечно, не конкурента нам, но, тем не менее, такой достаточно уважаемой организации. И он в отчаянии. Цифры, которые он называл, он мне говорит сегодня, пожалуйста, найди мне человека, 3 миллиона рублей в месяц маркетолога. Я ему, честно, сказал, извини, вот сейчас реально никого не могу предложить. Но это прилично, достаточно деньги, и я не могу им никого предложить. Он кого-нибудь найдет обязательно. И другое дело, я ему сказал, что он прекратил портить рынок, потому что таких зарплат нет, и не надо это даже начинать. Я ему предложил по-другому структурировать, чтобы человек получал зарплату адекватную всем остальным игрокам на этом уровне в организации, и его бонус был бы на 100% завязан на показателе коммерческого директора, например. И вот тогда действительно это играет в связке. К чему я это говорю? Не к тому, чтобы рассказать им какую-то такую цифру, что все немедленно все бросили и пошли в маркетинг за 3 миллионами рублей в месяц. Нет, такого не бывает. Это он как бы уже от отчаяния. Это я к тому, что ожидания очень высоки, и что действительно те руководители, которые понимают, что на самом деле идти нужно от потребности клиента, которые понимают, что на самом деле сегодня выигрыш или проигрыш кроется исключительно в том, насколько вы хорошо поняли боль клиента и смогли ее решить. И второе, насколько хорошо маркетолог прошел то, что называется UX UI, грубо говоря, User Experience, хорошее русское слово, насколько отточены интерфейсы, насколько удобно работать с мобильного телефона с вашим сайтом, насколько вы продумали весь сценарий от и до, как движется ваш клиент, как принимает решения. Вот это сейчас реально поляна борьбы. Продукт может быть сколь угодно хорош. Если у вас нет хорошего маркетолога, который думает как собственник бизнеса, то вы уже проиграли, потому что где-то он есть. И сейчас часть маркетологов, как мне кажется, увольняют из-за того, что собственники бизнеса понимают, что человек максимум рекламист, или рекламщик, как это называется, или исследователь, кто в чем хорош, кто на что учился. И мой совет всегда предпринимателям высокого уровня, берите на работу маркетологом успешного собственника, какого-то малого, достаточно успешного бизнеса, даже если он провалился. У маркетолога должны быть мозги предпринимателя. Маркетолог должен быть всегда замотивирован на результат компании. Маркетолог должен обязательно быть погружен в контекст. И невозможно представить в большой успешной структуре, невозможно представить там вот ВТБ, например, невозможно представить какого-то серьезного принятия решений, Или невозможно представить совещание, на котором обсуждаются какие-то судьбоносные годовые продуктовые программы на год, инвестиционные планы, без маркетолога. И поэтому, если организация действительно смогла либо воспитать, либо найти такого человека, то появился очень-очень серьезный игрок в команде. А дальше у него есть свое мнение, дальше у него есть свой взгляд на то, как надо вести бизнес. И это всегда должен быть кто-то, вот у моих друзей в Яндексе есть такое хорошее выражение, об кого-то подумать. Это значит действительно руководителю бизнеса или коммерческому директору, или руководителю по рознице, всегда должно быть об кого подумать. И если маркетинг в организации слабый, если это запуганный человек, который больше всего боится потерять свою работу или не получить свой бонус, или еще что-то, то думать не об кого. Это просто исполнитель, это просто ручки, которые печатают полиграфию, закупают рекламу и так далее. И получается, что бизнесу не на кого опереться. Очень сложно бизнесу, коммерсантам, опереться на финансы, опереться на HR, именно в плане продвижения бизнеса, опереться может только на того, кто является клиентским адвокатом. Кто понимает и может сказать, ребята, это нельзя делать, я против, продукт сырой, интерфейс недоточен, мобильной версии нет, скриптов на фронтах нет. Вы что вообще делаете? Кто это скажет? Это должен сказать маркетинг. Это должен сказать человек, уверенный в себе, в своем будущем, это должен сказать человек, который достаточно взрослый и который думает как коммерсант, которого интересует не то, окажутся ли POS материалы в точках вовремя, и не то, запустится ли вовремя компания, а который видит все 360 градусов процесса. И именно поэтому, возвращаясь к машинному вопросу, почему увольняют? Потому что те руководители, которые уже понимают, какой должен быть маркетолог, им всего мало. Им мало вот этого поколения рекламистов, исследователей, таких теоретиков, которые есть сейчас. Те, кто не понимает, они наоборот нанимают людей, которые им, как сказать, являются, как говорится, опереться можно то, что сопротивляется, да, их наоборот подбешивает, что если у них попадается сильный человек, то они не понимают, почему они участвуют в креативном процессе. Я знаю очень много руководителей бизнеса, которые вплоть до того, что выбирают тушь на лицо, которое рисуется девушкам, которые снимаются в рекламе. Это называется нанять домохозяйку и перемывать за ней посуду, да. И понятно, что в таких условиях не выживают сильные маркетологи. Поэтому в завершении этой тирады излишне длинные два месседжа. Если вы на стороне баррикады собственника бизнеса, руководителя бизнеса, маркетолог или директор по маркетингу, это ваш первый основной зам. Это человек, который отвечает за реальную успешность, запуск и качество того, что делаете на рынке. Он должен быть сильный, это должен быть ваш партнер. Если вы на другой стороне, если вы маркетолог, пожалуйста, не бойтесь отставить свою точку зрения, не бойтесь погружаться по самой брови в контент бизнеса. Вы должны знать, чем живут селзы, вы должны знать все проблемы мерчендайзера, вы должны знать проблемы производственников, вы должны понимать финансовые процессы, которые есть в организации, чтобы на вас не смотрели, как на легковесного такого человека, который делает фотосессии и руководит дизайнерами. Ну вот как-то так. Виктор, спасибо. Вы затронули несколько моментов, которые я хотела спросить. Вы их уже озвучили, я хотела бы их сейчас подчеркнуть. Вы сказали, что цели задачи директора по маркетингу должны быть согласованы с задачами коммерческого директора. Не то, что согласованы, они должны быть одни. С какими еще направлениями вы бы видели согласование функции директора по маркетингу? Ну, например, развитие цифровых технологий. Должны ли и видели ли вы на практике, российской практике, например, чтобы цели и задачи и показатели эффективности директора по маркетингу были бы согласованы, например, со службой IT, с директором по развитию технологий в компании? Значит, я не видел того, чтобы они были согласованы прямо цели как цели, но я сейчас постараюсь перечислить, с кем точно маркетинг должен просыпаться и засыпать. Не имею в виду подтекста служебных романов. Хотя это только укрепит, мне кажется, взаимодействие, например, с HR. Значит, вы же с IT, как правило, это все-таки… Ну, ладно. Значит, вот совершенно серьезно можно сказать, что есть точно одна огромная составляющая в маркетинге, которая рука об руку идет с HR. Это HR-бренд. Поэтому во всех продвинутых организациях давно внутренняя коммуникация превратилась от формальности в реально боевое направление. Если компания действительно привлекательна для потенциальных сотрудников, то лучшие кадры идут к ней. Если она действительно крутая и является предметом гордости для тех, кто уже работает, сокращается отток, повышается производительность. В одной из компаний на полном серьезе, но это уже перебор, но просто как пример, там привлекались исследователи, чтобы по правильным методикам маркетинговым рассчитать, как лучше резать морковку, которая раскладывается по кофе-пойнтам в офисе, как ее будут больше есть. Если порезать кружочками или соломкой, соломкой какой длины, то есть они думают о том, чтобы больше ели морковки, чтобы меньше болели, чтобы им это больше нравилось и так далее. Но это уже совсем перебор, это уже болезненная какая-то история. Но то, что, например, происходит в ВТБ, мы обязательно несколько раз в день общаемся с руководительницей, которая занимается брендом работодателя, которая занимается внутренней коммуникацией, потому что, ну блин, это еще одна целевая аудитория. И нельзя думать о том, что мы будем такими привлекательными и настоящими для внешней аудитории, а для своих как-нибудь они где-то подсмотрят нашу телевизионную рекламу и подумают, что мы на самом деле такие. Так вот нет, для хороших руководителей по маркетингу внутренний клиент, назовем его так, внутренние сотрудники, это ровно такая же целевая аудитория, со своими подсегментами, со своими инсайтами, со своими болями, со своими надеждами, со своими страхами, со своими там местом, где нужно дать им гордость какую-то. И причем топ-менеджмент нужно давать гордость на своем уровне, среднему менеджменту офисному на своем, селзам в полях на своем, значки там какие-то, я не знаю, чехлы для телефонов, там все что угодно. То есть что-то, что заставляет человека гордиться тем местом, где он работает. Это маркетинг в чистом виде. И слава богу, что, например, в ВТБ есть HR, который прекрасно это понимает и выделяется бюджет. Есть там корпоративное телевидение, которое сейчас мы будем очень активно развивать. И так далее, и так далее. То есть внутренние порталы, то есть нельзя недооценивать. То есть это HR, 100%. Это, Маша правильно сказала, IT. Потому что сейчас, вот то, что забыл сказать, что сейчас, на мой взгляд, второй ренессанс у маркетинга, мы можем вернуть веру в себя благодаря цифровым технологиям. Потому что что было всегда? Был очень большой провал. Считалось, что если мы год или два, например, к этой организации не будет инвестировать в маркетинг, то эффекта никто не почувствует. И многие организации, на самом деле, это правда, так и жили. Мы, типа, годика-два вбухиваем в маркетинг, потом перестанем. Потом почувствовали, что продажи упали, снова добросим копеечку в годовой бюджет. Так вот, и очень был отдаленный эффект того, что делается, особенно в имиджевой рекламе и так далее. Сейчас, благодаря технологиям, это же фантастика, что можно делать. То есть сейчас реально думающий маркетолог может оцифровать и предложить эффективность каждому абсолютно своему действию. Я думаю, ребята из сериала «Мэдмен», они бы поменяли весь свой виски на возможность реально просчитывать эффективность каждой волны компании. Даже оффлайн можно примерять. Главное – включать голову. Вы смотрите количество, вы можете, то, что называется пресловутая воронка, вы дали рекламную кампанию оффлайновую, вы сразу посмотрели, сколько людей позвонили вам на горячую линию, вы понимаете, сколько людей зашло на ваш сайт, куда они провалились, каким путем они шли, где они отвалились, кто дошел до анкеты. На следующую неделю дали радио, да? Пожалуйста, посмотрели эффект туда, посмотрели, куда они заходят, давайте разные адреса, давайте разные промокоды, смотрите, куда проваливаются люди. То есть я же не говорю про цифровую рекламу, где уже давно стало гигиеной, а B-тестирование, когда одновременно можно запускать 100 разных макетов, говорящих об одном и том же, с блондином, с брюнетом, с легким языком, с канцелярским языком, с синим фоном, с зеленым фоном, с процентной ставкой, с процентной ставкой. Вы выпуливаете одновременно, если вес хороший имеет рекламная компания, уже к вечеру вы будете понимать, какой рекламный макет работает. И на моей памяти я помню, что мы с коллегами меняли рекламные макеты раз в неделю, а прошло 2-3 года, и мы их меняем, ну правда уже не мы, это робот в агентстве, меняет их примерно несколько раз в час. То есть идет постоянная такая генетическая селекция, сужающаяся до самых эффективных макетов. Пожалуйста, мы за день можем понять, какой из 100 макетов наиболее привлекателен. Мы понимаем, какой макет лучше работает на основной странице Mail.ru, какой на личной почте. Какой хорош для одноклассников утром, а какой хорош для ВКонтакте вечером. Какой профиль людей, который на него кликает, на какие страницы их надо кидать, как одна лендинг-пейдж отличается от другой, какие категории клиентов нужно зашвыривать сразу на предложение кредита, на банковской странице. А какие мы видим по профилю приходящего человека, премиальный клиент, его не надо грузить кредитами. У него главный вопрос, куда 3 майбах парковать. И ему нужно предлагать совершенно другие продукты, которые там ВТБ, например, тоже может предложить. То есть иначе мы потеряем этого клиента. И даже страницы должны быть разные, на которые он выпадает, заходя на WTB.ru, их оформление, их предложение и так далее. И вот это я только так, что называется, навскидку. То есть огромное количество вещей, где IT может вместе с маркетингом учиться, идти рука об руку и обучать друг друга. Потому что иногда очень размыта вот эта граница знаний, и вот эти два подразделения 100% должны жить друг с другом. Финансы. То же самое. Здесь, наверное, будет коллаборация чуть меньше, но маркетолог точно так же прекрасно должен представлять годовые планы, опять же, боли финансистов, опасения финансистов. Финансисты, в свою очередь, должны прекрасно быть информированы о том, что делает маркетинг, должны очень четко понимать, что маркетинг – это не затрата, а инвестиция. Вот это ключевое даже слово. Я запрещаю использовать затраты на маркетинг. Нифига, это инвестиции. И финансисты не должны… У меня был ужасный случай. Тысячу лет назад, в прошлой жизни, работал в Coca-Cola, и генеральный директор ходил, но в Coca-Cola в Ботлере. Надо понимать, что Coca-Cola как организация, она влюблена в маркетинг. It's all about marketing. А есть Ботлеры – это страшные люди, которые разливают бутылки и продают, им нужна моржа и все. И вот он так вот шел и распекал сотрудников, что уже 8 часов вечера, и выключал, ходил свет, говорил, it's a waste of time. Он заходит в большую open space, здесь сидит маркетинг, люди сидят и работают. Он выключает им свет, говорит, it's also a waste of money. И вот есть такой подход у руководителей, он очень часто бывает у финансовых директоров. Для них это всегда, они как бы морщисть согласуют бюджет. Ничего подобного, если финансовый директор замотивирован на общие цели организации, он первый должен, осознавая всю механику и просчитав вместе с директором по маркетингу возврат на инвестиции, он первый должен кричать, что не смейте резать маркетинг, мне планы надо выполнять. И вот эта плотная работа и такая дружба конструктивная должна быть между маркетингом и финансами. Можно со всеми организациями придумать, даже, я думаю, сейчас подумаем и для безопасности что-нибудь придумаем. Сокращение фрода, пожалуйста, выявление мошенников, алгоритмы, алгоритмизация, где мы ловим мошенников, через какие каналы, с каких сайтов идут больше всего клиенты, которые не возвращают кредиты и так далее. Это все те задачи, которые можно решать. То есть здесь самое главное, чтобы мозги были открыты и не зашорены. Ни у маркетолога, ни у финансиста, ни у HR-директора, ни самое главное генерального. Поэтому маркетологи, которые, как я сказал, дико востребованы, они выбирают те организации, где им ничего доказывать не нужно, где их сразу принимают в команду, как неизбежное зло, потому что везде маркетинг есть, будет и у нас. Тогда вы получите бывшего секретаря, скорее всего, но недорого. А потом уволите ее через 3,5 года или раньше. Поэтому… Виктор, спасибо. Но самый главный вывод, потому что сначала немножко прозвучало, какие требования к маркетологу, а сейчас стало понятно, что маркетолог все-таки один в поле не воин, это командная работа. И вы очень много сказали таких ключевых слов, близких для сердца любого маркетолога, инсайт, понимание клиента, понимание всего маршрута клиента, знание поведения. А кто из вас маркетолог как профессия? Можно руку? Прикольненько. Студенты считаются. Ну вы же встали на этот скользкий путь? Все считаются. Ну где-то, я думаю, что сколько? Процентов 10-15 в зале. Так это здорово. Вот остальные, пожалуйста, значит, маркетологи-то и так все знают, что мы самая интересная профессия, самая важная. А остальные, пожалуйста, как это, я не люблю кошек, вы просто не умеете их готовить. Учитесь правильно готовить маркетинг, правильные вопросы ставить и так далее. Соответственно, вопрос, как в компании создать вот это понимание важности клиента. Я сейчас этот вопрос немножко расшифрую, подведу тоже к нему. В начале 90-х, когда российская экономика встала на путь перехода именно к рыночной экономике, многие западные эксперты, маркетологи сказали, ура, наконец-то компания, предприятия, тогда забудут об ориентации на производителя, идти от плана. И первое, что произойдет на российском рынке, появится ориентация на клиента. Мы забудем о советском сервисе печальном, и наступит действительно капитализм и рыночная экономика, которая начинается со слова клиент. И вот сейчас, спустя 27 лет, те исследования, которые проводятся и в России, и которые западные исследователи проводят, сейчас пытаясь оценить результаты вот этой трансформации, они пришли к такому выводу, который можно вкратце охарактеризовать, как декларируемая ориентация на клиента. То есть компании очень хорошо знают, какие слова надо произносить, они могут подвести клиента к процессу покупки, они хорошо знают, какие тренинги надо проводить с сотрудниками, но это все не идет дальше момента покупки, когда вот этот маршрут клиента, после того, как оплата проведена, становится гораздо менее интересным для компании. Это вот первая часть вопроса. Так ли это? А вторая часть вопроса. Рынок всегда имеет две стороны. На ваш взгляд, где мы сейчас реально находимся с точки зрения понимания этой важности ориентации на клиента со стороны российских компаний и со стороны рынка, то есть потребителей? А потребители-то дозрели до того, что такое клиент-ориентированность и чего надо требовать и просить от компании? Вы, конечно, Маша, вопросы задаете, как тот человек, поймавший золотую рыбку, говорит, из желания, говорит, хочу майбах, дом барвихи, миллион долларов, это раз. Я не задала третий вопрос, который обычно плохо заканчивается. Слава Богу, да, потому что я уже первый-то забыл. Где мы находимся сейчас с точки зрения клиента-ориентированности? Декларируемая ли она или все-таки реальная? Ну, во-первых, там прозвучала такая история, что вот западные эксперты говорили, что скоро мы придем. Ребят, мы уже оставили позади очень многие западные страны. И я очень много путешествую, я очень много сравниваю, и я всегда стараюсь анализировать свои чувства, которые возникают от использования тех или иных продуктов, сервисов и так далее. Я могу сказать, что реальная ориентация на клиента, реальная забота об удобстве у нас, она абсолютно не меньше, если не больше, огромного количества отраслей на большом количестве западных рынков. Все нормально. И мы не отстаем практически ни в каких секторах, может быть, только в B2B. Но, то есть, действительно, за эти 20 чем-то лет, 27, может быть, действительно, уже вспахана территория, действительно, есть вкус к маркетингу, уже есть действительно конкуренция в этой области. И поэтому я искренне не считаю, что здесь мы где-то отстаем. Вот. Мы в большом, как бы, большем количестве бизнесов, уж в банковском точно, там, говорю от лица и ВТБ, и там, коллег по сфере, мы, сравнивая себя с другими рынками, вообще все в порядке, поверьте, просто совсем все в порядке. Вот. Вторая часть – это то, что декларируемая, да нет, она действительно, ориентация есть, действительно, продукция при выпуске или сервисы при выпуске всегда тестируются, всегда они на что-то ориентируются. То есть, в этой части, до продажи, действительно, мы научились работать. В части после продажи, опять же, на Западе тоже медом не намазано. Я точно так же собираю кейсы для преподавания, да, я точно так же смотрю промашки, последние мили пресловутые, да, любимые маркетологи, очень часто непройдено, да, бывает. То есть, для немаркетологов, мы-то с вами понимаем, что такое последние мили. Последние мили – это когда вы сделали огромное количество усилий. Например, мои знакомые вложили кучу денег, купили гостиницу, построили гостиницу в Сочи, и все прекрасно, все здорово. Набрали кредитов, там, она стоила, там, много миллионов долларов, анресепшн поставили девочку, которая безудержно гэкает. И вот, и она гэкает, и все, и она милая, но она же по-английски гэкать умудряется. И я говорю, ребята, а что так вот, как так получилось-то? Она говорит, она живет рядом, ей много платить не надо, мы ей платим 20 тысяч рублей в месяц, она еще свободно от работы время, что-то там номера, типа, убирает. Вот, я говорю, подожди сейчас еще раз, вы набрали кредитов, купили участок, вот это все прошли, и вот на последнем, вернее, на первом, что встречает клиента, и на последнем, что его провожает, моменте, вы решили сэкономить там 30 тысяч рублей в месяц? Они призадумались. То есть, вот это называется последней миле. Или, например, как там мои знакомые, которые делают сервисы по доставке еды, они принципиально не работают с доставщиками, с агрегаторами, именно потому, что они говорят, человек, который звонит вам дверь, в дверь, и который приносит вам пиццу или там готовый ужин, это наше лицо, это наше последнее миле. Если он обхамил, не дал сдачу, приехал не вовремя, от него пахло, и так далее, и так далее, и так далее, это смажет весь тот бизнес, который я строю всю свою жизнь. Вот это последнее миле. И даже ее мы научились делать. А вот то, что Маша совершенно правильно и справедливо говорит, что происходит потом, когда отдано пицца, когда заехал человек в номер, когда банковская карта уже в кошельке, когда кредит уже выдан, когда машина уже продана. Здесь действительно, это не проблема России, это проблема всего мира. Сервис заканчивается. Неделю назад купил новую машину. Я знал, что так случится, и так случилось. Я выехал за ворота, загорелась лампочка бензина. Но это же ужас. Менеджер извивался ужом, объяснял, ну хорошо, очень меня обслужил, говорит, вам будут приходить опросники по качеству моего сервиса. Вы же, пожалуйста, ответьте как следует. Опросники не пришли. Ну то есть, везде, везде действительно мы как покупатели, как потребители, даже и B2B услуг, и B2C услуг, мы чувствуем, что действительно про нас забывают. Поэтому здесь я 100% соглашусь, это боль. Это боль всех клиентов. Но как говорит один мой знакомый профессор, когда я вижу, как люди чем-то недовольны, я чувствую запах денег. И показывает вот так. Алчный американец. Это правда. Это действительно огромная конкурентная поляна. Это огромный хинт нам с вами, кто в субботу в 25 градусов сидит здесь. Давайте не будем ни с кем этим делиться. Давайте делать свой бизнес так, чтобы вот все, что касается после продажи, быть лучшими. Поверьте, это сторится и будет окупаться. Выстраивайте не только процесс до продажи, вот эту воронку до продажи. Выстраивайте то, что называется процессом онбординга. Процессом, что происходит в первый день после покупки, во второй, в третий, в пятый, через год. А когда у клиента день рождения? Не надо поздравлять всех. Сделайте выборку, топ-20 клиентов, поздравляйте их с днями рождения, занесите в CRM-систему, как зовут их собаку, какой она породы, пришлите ему книгу из тех интересов, чем он интересуется. Но это все фантики. На самом деле, лучше позвонить и спросить, как работает та штуковина, которую продали, какие советы через него можно передать производителям, покажите заинтересованность. Это стоит копейки. Я не люблю произносить очень банальную фразу, что не стоит так дешево и не ценится так дорого, как внимание. Это ни о чем, это просто слова, вы еще о нем думаете уже бесплатно, о человеке. И это ошибает гораздо больше по мозгам, чем любой букет цветов, который человек получает от вас формально на день рождения или бутылка вина. Персонализация, внимание, как вы думаете, обратная связь, выполнение обещаний, решение конфликтных ситуаций в скобках всегда в пользу клиента и так далее. Это все безумно важно и это следующий такой фронтир борьбы. И мы, как ВТБ, например, очень серьезно об этом думаем и смотрим. Действительно, мы пытаемся просчитать те ситуации, которые могут расстроить, а могут порадовать человека, который уже там давно, например, является нашим клиентом. Последнее. Давайте похлопаем всем тем, кто уже так делает, кто нас радует. Последние 3-4 года в российской экономике усложнили задачу для всех тех, кто занимается бизнесом, снижение реальных доходов населения, прекращение таких спонтанных покупок, переход к более рациональному поведению. Вот как все это повлияло на маркетинговые стратегии, на какие выводы вы сделали, что стали делать по-другому и как в целом рынок поменялся или может быть не поменялся? Вообще не заметил. Вы видели количество зайцев меховых, которые на рюкзаках у всех тинейджеров болтаются с такими лапами? Спонтанные покупки были, они будут и всегда абсолютно. То есть это жизнь, то есть экономика может быть на пике, может быть в упадке, но всегда есть продукция, продуктовые циклы, вернее, скажем так. Да, может быть, общая средняя стоимость продуктов снижается, которую люди покупают или услуг. Да, может быть, падает средний спенд по картам. Да, может быть, падает средний выдаваемый кредит. Да, может быть, падает цена продаваемого вами автомобиля. Средняя. Да, может быть, падает арпу сотого оператора. Но все равно количество спонтанных покупок, количество запланированных покупок, количество, ну или там спектр мыслей, который в голове у человека, который думает покупать, не покупать, он все равно один и тот же. И это неправильно говорить, что маркетингу есть место только на каком-то растущем, развивающемся рынке, когда есть куда расти, ничего подобного. Вопрос как раз был про то, что может быть это привело к переоценке роли маркетинга в лучшую сторону. Да, 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 все верно. Настоящая, вот как раз я хотела сказать, что настоящая игра и настоящая роль маркетинга начинается тогда, когда рынок сужается. Потому что именно в этот момент выживают те, кто лучше всего понимает более, реальные, более клиентов, кто не стесняется говорить о реальных потребительских свойствах, кто способен перескочить с имиджевой характеристики продукта на его функциональность. То есть вот настоящая игра и настоящий маркетинг, повторюсь, нужен тогда, когда рынок начинает сжиматься. Когда он прет, вот тогда часть маркетологов увольняется и свет выключается в их кабинете, потому что говорится, что что, и так все продается. Но как бы музыка играет, а когда выключится, то стульчики не на всех найдутся. И по большому счету, действительно, маркетологи, они те, кто гарантирует своей компании, что стульчик все равно будет у их компании, когда рынок будет сжиматься. Если вы попали в сердечко к людям, если вы с ними, вы о них заботитесь, во-первых, возвращаясь к предыдущему пункту, вы свою клиентскую базу не растеряете, а ваши клиенты растеряют. А во-вторых, вы новые получите. И вы думаете о том, пожалуйста, что… Вот очень неправильно, когда мы такие до шести вечера на работе работаем, и мы такие юридические лица, а после шести мы обо всем забыли и с друзьями о чем-то там разговариваем. Вы анализируете то, о чем вы говорите с друзьями, вы подслушиваете, о чем говорят в соседних столиках в ресторане. Обсуждают абсолютно конкретные приземленные вещи. Сотовых операторов, банки, очень много обсуждают банки. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Обсуждают машины, обсуждают, ну, одежду, обсуждают магазины, марки пива, вина там и так далее. Слушайте, слушайте, что на самом деле говорят люди в разговоре про банки, что их бесит, а что, например, аргументирует другой человек, который говорит, слушай, а у меня банки по-другому, у меня вот так вот. То есть вот эта важнейшая история, понимание болей, оно трижды важнее, когда идет уже борьба за зажимающийся рынок. В этой связи, особенно в контексте последних лет, развитие цифровых технологий, использование больших данных, я знаю, что многие, вы в том числе, выступают, можно сказать, как идеологи, создание экосистем, партнерств между разными видами бизнеса для того, чтобы создавать более понятную клиентам ценность, понимать их, понимать их поведение, делиться этими данными. Вот сейчас мы как-то продвинулись к тому, чтобы это действительно использовать, сотрудничество, допустим, сотовых операторов, банков, других видов бизнеса и какая перспектива нас ожидает в ближайшее время, какие-то реальные кейсы, с чем мы столкнемся, как потребители, может быть. Мы, как и потребители, как бизнесы, точно с этим столкнемся. Сейчас невероятная совершенно пора, запомните ее, пожалуйста, потому что на нашем с вами веку мы увидим переход к абсолютно таргетированной, к абсолютно персонализированной рекламе. И сейчас бренды и организации сбиваются в кучки, в кучи такие, конгломераты, которые вместе будут выживать. И не просто выживать, а расширяться. Тем, куда не попадет, им места практически не останется. То есть есть несколько объединений, одно объединение там делает, соответственно, альянс, где находится там Мегафон, ВКонтакте, Мейл.ру, у них огромное количество клиентских знаний. Другое объединение происходит где-то внутри там альфа-группы, да, у которых там пятерочка, банк, они пытаются и Билайн и так далее. Третью группу и самую успешную сделаем мы, вот, потому что у нас есть и банк с огромным количеством клиентов и прекрасная информационная экосистема, и магнит есть, и огромное количество активов самых разных, ни у кого столько нет. Вот, поэтому для чего все это делается, в чем плюс? Для чего это делается? Да, не для того, чтобы, ну, раньше это делалось просто, когда, ну, покупали все, что дешево. Сейчас те, кто поумнее, они добирают информацию о потребителях, и просто представьте на минуту, сколько о нас знают сотовые операторы. Очень много. Потому что до ВТБ я работал в Билайн и как раз занимался вот этим вот капитализацией знаний о клиентах. Все, то есть, пожалуйста, вы можете любому производителю автомобиля, любому банку приносить очень горячую информацию о том, что собирается делать человек, по каким сайтам он ходит, 60% трафика с мобильного телефона. Не раскрывая никому ваших личных тайн, вас могут атрибутировать как человека, который сейчас ищет квартиру в определенном районе, или машину определенной марки, или лекарство от определенных болезней. Мы абсолютно чистая страница, то есть мы, в каком районе мы живем, по какому маршруту, мимо каких рекламных счетов мы ездим на работу, в какие страны мы ездим, косвенно определяется наш доход. Если скрестить эти данные с моей карточки лояльности в перекрестке, то уже понятно, что я покупаю, какие сайты я смотрел до того, как произвел ту или иную покупку. Если скрестить это с банковскими данными, то станет понятно, насколько я обеспечен, насколько я кредитоположителен и насколько я там высокодоходен и так далее, и так далее. То есть совершенно невероятный объем данных копится сейчас. Поэтому категорически важна регуляторная работа со стороны организации, чтобы не было... со стороны отставить государство, чтобы не было никакой миссьюза этой информации, да, потому что вон сейчас в Штатах произошло, что Трампа выбрали с помощью нормальных маркетологов. Не, ну я не знаю, я очень много на эту проблему интересовал со всех углов. Все было нормально. То есть просто одни маркетологи переиграли других. И все, и эти бесятся теперь. Вот. Надеюсь, его Хилари Клинтон тоже уволили как раз маркетолога, потому что он был недостаточно digital. То есть все было по-честному. Пожалуйста, ты сегментируешь до микросегментов, понимаешь их основные боли и вываливаешь на них ровно те месседжи, ровно те сообщения, ровно те идеи, которые им больше всего важны. Если мне будут сейчас рассказывать про ценности, которые компартия задвигает на пенсионеров, да мне наплевать. Абсолютно. Это мимо меня. Я наоборот буду понимать, что эта партия не для меня. А если наоборот мне с моими интересами, с моими болями и так далее пройтись по тому, что меня интересует, то я всерьез посмотрю и подумаю, действительно программа там той или иной партии мне подходит больше. То есть просто ребята идеально сделали работу по работе с микросегментами. И за это как бы сейчас их кошмарят. Вот. Ну то есть это отличный пример, да, то есть с помощью технологий можно президента выбрать в Штатах. Неужели вы йогурты свои не сможете продавать? Вот. Поэтому я повторюсь еще раз, то есть мы живем в золотую пору маркетинга. Вот. Пользуйтесь этим. Виктор, спасибо. Я думаю, нужно теперь дать слово аудитории, как раз молодым специалистам и студентам, которые будут расти в эту золотую эпоху маркетинга. Есть ли у нас вопросы к Виктору? Вот там вопрос. Можно нам, пожалуйста, микрофон? Мы бородатые, самые активные. Спасибо. Добрый день. Громко. Владелец и директор собственного бизнеса, в прошлом маркетолог. Сейчас задумали новое направление в сегменте B2C, в высшем премиальном сегменте. Роль маркетинга там сложно переоценить. Пошли по маркетинговым агентствам ПК Петербурга. Задаю вопрос, такой им после всех презентаций и всего остального. Готовы ли вы разбить оплату на две части? Одна гарантированная за конкретный перечень выполненных мероприятий. Вторая – разделить со мной доходы от предприятия. То, что на это есть русское выражение – success-based fee, да? Да. Второй вопрос, который я им задаю, это связано с гарантиями, первое. И второе – я говорю, что хорошо, все отказываются. Все говорят, нет, нам вот прайс у нас скинули, мы в ассоциации, в Нью-Йорке, в Лондоне у нас. Я говорю, хорошо, окей, можем тогда мы с вами поговорить о том, что вы мне предоставите некий план работ со мной, может быть, даже идею, потому что никакая идея не будет реализована другим игроком, если она ваша. Также отказываются и говорят, что, ребят, ну вот мы будем говорить об идеях и о плане работы только тогда, когда вы оплатите аванс. Вот, может, я многого хочу, вот в чем вопрос. Да, это коротко. Значит, ну хотите правильно, значит, отвечаю. Много моих друзей и бывших коллег работают с той стороны баррикады, и вы не представляете, как их обижают. Вот я думаю, самые несчастные – это проститутки, да, которых мало кто защищает, и клиент может сделать с ними все, что хочет. Вот этих, конечно, в лес не вывозят, вот, но, по крайней мере, идеи воруются только так. И поэтому, если, ну, серьезно говорить, да, что надо наладить такие отношения, когда вам начнут доверять. Вот просто говорить, дайте мне идею, я вам заплачу, и вы ее будете использовать. Я знаю столько примеров, когда ничего подобного не происходит, потом отдается на отработку самому дешевому агентству, вот, и, как правило, все запарывается, иногда не запарывается. То есть, поэтому вы хотите… Во-первых, у вас абсолютно правильное ожидание от агентства. Не сдавайтесь. Вы найдете, как говорится, не можете найти свою половинку, найди две четвертинки. Вот. Так вот, то же самое, может, вы два таких агентства найдете, может быть, три. То есть, у вас абсолютно четкое, правильное понимание. Значит, почему многие отказываются? Второй вопрос, потому что нет доверия, пока между вами не выстроено. Отвечая на первую часть вопроса, очень часто вы хотите засунуть их очень глубоко в воронку продаж. То есть, даже внутри организации, откроем страшную тайну, даже внутри ВТБ мы не можем и не отвечаем за конечную продажу. Потому что задача каждого маркетолога – четко понять и объяснить, за что он отвечает, а за что он не может отвечать. Потому что агентства, которые вы хотите завязать на успех в количестве продаж, они не могут быть уверены на 100%, что у вас конкурентный продукт, что у вас хорошее качество доставки, что у вас там ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Пожалуйста, любое агентство, например, и легко договориться, что за одного человека, доведенного до анкеты. Например, но если у вас там в банке анкета 40 вопросов, в другом банке она 5 вопросов, то понятно, что будет тяжелее. Почему рекламист или маркетолог или агентство должно расплачиваться за несовершенство вашего бизнеса? Или продавцы хамят, а продажа не состоится, они работу сделали. Поэтому постарайтесь найти тот компромисс, до которого они будут готовы отвечать за результат. То есть, например, они делают компанию, которая повышает на 30% заходы на ваш сайт. Интерес к вашей компании. Замеряйте через Google, через Яндекс.Аналитику, через Google Worldstat, насколько ваш интерес к вашему продукту вырос. Вот это они вправе, и за это они должны отвечать. Нащупайте тот компромисс. Потом дальше они, может быть, уже до анкеты, до еще чего-то, до захода в магазин, в конце концов. То есть, постарайтесь найти ту компромиссную черту, на которой кто-то из агентств согласится с вами работать. И дальше это как доверие. Дальше вы глубже, 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 глубже. И в конце действительно, может, если они тоже погрузятся в ваш бизнес, они поймут вашу модель работы, и они в конце концов скажут, слушайте, вы нормальные ребята, давайте, платите чуть больше, но за конечную продажу. То есть, не пугайте всех сразу, давайте, если я буду больше продавать, я вам заплачу вторую часть, какой бы она большой ни была. Станьте прозрачными для них. Вот как-то так. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Роман, Чувашская Республика. Владелец ателье, шьем женскую одежду на заказы и отшиваем коллекции для бутиков и разных магазинов. Вопрос следующий. Мы сейчас постоянно повышаем средний чек на свои изделия. И сейчас дошли до той точки, когда начали понимать, что уже, наверное, немногие могут позволить себе изделия в такую сумму. Вопрос следующий. Мы начали думать о том, чтобы давать рассрочку клиентам для того, чтобы они покупали у нас изделие. То есть, ну, официально прям предоставить им рассрочку на три или на шесть месяцев. Как считаете, не упадет ли доверие у богатой аудитории, то есть, ну, которая в основном наши клиенты, да? И не даст ли это обратного момента, когда придут клиенты беднее или наоборот они вообще не придут после этого? Ну, это нормально. Я думаю, мало кто, какой бы он ни был богатый и обеспеченный, откажется от рассрочки. То есть, абсолютно нормально, и это абсолютно нормальный цивилизованный механизм. Нет ничего страшного. И наоборот замечательно, что придут клиенты беднее. Вы зря так себе загоняете изначально, так чуть не с гордостью, говорите, что мы продаем дорого. Все правильно. В любых сегментах есть ниша дорогих товаров. Более того, есть сегменты товаров, в которых дорогое идет более бойко, чем дешевое. Все правильно. И есть огромное количество примеров, как дорогие товары в определенных сегментах доминируют по доле рынка. Ничего страшного нет. Просто ваша задача продавать как можно больше, скорее всего, и иметь как можно больше маржу. Поэтому, если вы почувствуете, что у вас увеличился поток клиентов от того, что вы стали продавать в рассрочку, вы можете отшивать другую коллекцию, вы почувствовали, что все, к вам пошла дополнительная аудитория за счет этого. А ей может быть дороговато ваше платье даже в рассрочку. Поэтому главное создать тягу. То есть к вам пошли люди. Ну, во-первых, не бойтесь экспериментировать. АБ-тестирование работает не только в интернете. АБ-тестирование работает и в любом оффлайн-бизнесе. То есть попробовали, один месяц сделали акцию, рассрочка, посмотрели, как это повлияло на ваши продажи, потому что понятно, что есть стоимость денег. Посмотрели, перекрывает ли ваш аплифт в продажах банковскую стоимость денег. Перекрыло, пожалуйста, устроили следующую акцию. Или если два города в продажах есть, попробуйте, здесь делайте так, здесь делайте так. Только убедитесь, что эти два города сопоставимы по доходу и так далее, по спросу. То есть тестируйте, во-первых. Во-вторых, хорошая рассрочка, ни один бизнес не испортишь. Давайте возьмем последний вопрос. Девушка в третьем ряду поднимала до этого руку в кремовом. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я представляю компанию «Разгуляй в Благонраво». Мы занимаемся изготовлением дизайнерской обуви. Я не маркетолог, я основатель этой компании. И хочу обратиться к вам как к профессионалу с вопросом, можно ли получить от вас вот несколько таких советов, которые 100% работают, которые я должна использовать для того, чтобы вывести свою компанию на новый уровень. Спасибо за вопрос. Как это, то, что называется, серебряная пуля. Это был третий вопрос к золотой рыбке. Да, да, да. Ну, они универсальные советы для абсолютно любого бизнеса, и это классика маркетинга, что называется. Читайте две книжки «Котлера» и «Голубой океан». Котлер говорит про то, что нужно реально понять клиента, его боли, разобраться с его инсайтами. Что в голове у человека, когда он задумался о чем-то в том спектре, в котором вы работаете. Здесь перебрать нельзя. Исследование, чтение блогов, чтение сайтов, обсуждение, бесконечные разговоры с продавцами. Ваши продавцы – это самый лучший источник информации. Никто так много не знает о причинах отказа от покупки, или никто не знает о конечном коронном ударе, которым можно любую дискуссию перевести в покупку. Они это знают. Поэтому первый совет – как можно больше узнавайте. То есть перебора информации здесь быть не может. Узнавайте о том, что для ваших клиентов является важным. Второе – то же самое нужно делать с теми клиентами, которые вроде как ваши, но не ваши. Вот к ним надо применять ровно такие же инструменты, ровно такое же внимание. Вот вы находите ровно такую же барышню или мужчину, которого точно ваша целевая аудитория, но ни разу не была у вас, ни разу ничего не покупала. Говорите с ним, общайтесь, поймите те барьеры, которые вам надо преодолеть. То есть это не ваши клиенты, это такая же целевая аудитория, как и ваши клиенты. Второе – читайте книжку «Голубой океан», посмотрите, что вы можете сделать такого, что выкинет вас из традиционной конкуренции. Потому что очень часто внутри одной и той же индустрии приняты одни и те же ходы, одни и те же трюки. Попробуйте сделать что-то, что вас выкинет из конкуренции. Принесите в свой бизнес что-то, театральности, спортивности, соревновательности, образования, не знаю, чего угодно. Есть такой очень интересный принцип у креаторов, у агентств. Они берут два каких-то абсолютно разных термина, тезиса. Они говорят, вот, например, нам надо продавать ботинки. Выбираем любое слово и думаем, что это связывает. Там обувь, я не знаю, какое-нибудь слово, павлин или обувь и там восход. И вы придумываете какую-то дальше абсолютно полную чушь, которая связывает эти понятия. И где-то в какой-то момент у вас родится какая-то идея, которая даст вам какой-то, ну что ли, всплеск креативности именно по бизнесу. То есть думаете о том, что вас будет выводить из конкуренции. И это относится, поверьте, не только к продажу, но и ко всему. И вот в банковском бизнесе мы постоянно об этом думаем. Как стать большим, чем банк? То есть то же самое, эти проблемы есть у всех. У всех, кто пытается что-то делать. И в сервисном бизнесе, в продуктах наша с вами общая задача сделать так, чтобы на рынке появилось как можно больше абсолютно новых категорий услуг. А может быть вы трейды новые можете сделать. Ну не знаю, все что угодно. Берите любую практику, банковскую, например, и думайте, что делает банк, что можно применить у вас. А банки, в свою очередь, будут учиться у каждого из вас, у каждой из ваших индустрий, что мы можем взять у вас, чтобы для клиентов быть еще лучше, лучше, лучше. Потому что поверьте, что в такой области, как банковское обслуживание, настолько конкурентная, как сейчас, ее, наверное, там никогда не было, может быть, в России никогда и не будет. Поэтому уж перед ВТБ-то стоит такая задача очень сейчас интересная. Поэтому мы точно так же учимся и те же две книжки штудируем. Спасибо за вопросы, Виктор. Спасибо огромное за очень интересную дискуссию. Спасибо. Спасибо за вопросы.